всем привет начну вот с такой красоты мы буквально вот вчера вернулись с дачи первый раз были там в этом году после всех этих карантинов в общем прекрасно провели время я бы хотел конечно там остаться и подольше но дела подготовка к школе у ребенка в общем мы вернулись в москву и вот я сейчас записываю это видео эта неделя поэтому была довольно короткой я успела закончить скажем так нижнюю часть одного морисовского стула я покажу вам в дальнейшем процесс и на следующей неделе я наверное уже покажу как я все это заканчиваю делать там будет очень много про металл а в этот раз тоже есть кое-что про металл я наконец-то забрала литье во-первых это ручки для ящиков в виде львов я их делала для своего старого предмета same dressing table это такой комод с ящиками и зеркалом и мне там понадобились такие вот ручки в оригинале как раз там ручки в виде львов но это зависит от модели но вот мне понравилась именно так конкретно с которой который я вдохновлялась и я решила сделать именно такие ручки лепила я этих львов в зебраше то есть я все это лепила в цифре и распечатала сразу по моему три или четыре размера самые большие львы я думаю что они очень хорошо подойдут для каких-нибудь входных дверей например это все то что я сейчас показываю это нечищенная латунь мне еще и предстоит почистить отшлифовать отполировать более того те ручки которые я буду использовать для вот этого команда с зеркалом я их отвезу после чистки обратно ювелиру и дам их на золочение а вот это у меня те самые пяточки или как их можно назвать для морисовских стульев вот в таком виде они приходят мне от ювелира то есть нечищенные и вот частью вот этого литника я это все потом обрезаю и шлифую вот у меня такая красота я заказываю специально запасом потому как я очень надеюсь что я вот со временем скажем так наберу какое-то вот количество всех всей этой фурнитуры и возможно я на эти все это буду продавать потому что вот если посмотреть у меня осталось и вот с предыдущих предметов вот такая латунная фурнитура это и например вот такой попугайчик но я вот уже наверное продавать не буду он у меня самый первый использовался для чпендриловского экрана который уже давно продан мастер модели вот для комода который сейчас который прямо сейчас показываю для французского комода я лепила из полимерки и потом я их резала по воску я не очень довольна результатом это было очень давно сейчас уже навыки в резьбе получше но все-таки я пришла к выводу что вот такие мелкие супер мелкие детали все-таки интересней либо лепить из полимерки либо из magic скульпта например то есть это двухкомпонентная вот такая глина либо все-таки делать в 3d изначально я для лепки использую как я уже говорила ранее zbrush я в несколько подходов его изучала потому что интерфейс там ну не знаю просто ужас ужас ужасный и для меня он сравним только с блендером когда он только-только появился это тоже 3d программа для моделинга она бесплатно а я еще и пыталась ей пользоваться когда она была только по-моему выпускалась на линуксе если я не ошибаюсь а вот сейчас я показываю вот это seymour dressing table и вот примеряю эти ручки в виде львов а золочение вот золочение буду делать первый раз дело в том что на одном из шоу разговорилась с коллегой и вот мне рассказали что лучше все золотить всю латунь потому что она темнеет и многим клиентам это не нравится зачастую людям нужно чтобы все это блестело вот поэтому попробуем первый раз посмотрим что получится сейчас я просто вот там зачернила латунь немного чтобы было вообще видно что это залив на камеру блестящую латуни очень тяжело снимать в реале все смотрится конечно совсем по-другому вот этот белый ящик который я использую здесь у меня все для шлифовки я для очистки использую вот такие лепестковые насадки я их купила на алиэкспрессе но сначала подобные же штуки я нашла в ювелирном сапфире там есть друг другая фирма по-моему это вот честно я не помню страну происхождения там они чуть-чуть другие потоньше а вот эти ну как всегда все на алиэкспрессе можно покупать сразу упаковками что мне очень удобно вот синяя это по-моему одна из таких самых черновых а остальные уже там более для такой более тонкой шлифовки но и еще огромное количество различных фетровых насадок а вот вот это вот персикового цвета она как раз куплена была в сапфире у меня осталось их всего несколько но они тоже великолепного качества также у меня огромное количество разных фетровых насадок я попробую найти ссылки на вот этот магазин где я все это покупала и все это выложил в описании вот но на самом деле я вот часто беру про запас да так проще и следующий раз уже там голова не болит чем полировать и так далее так далее чем работать вот но вот у меня есть еще вот такой самый классный набор здесь вот такие цилиндры и конусы самого разного диаметра вот как видите по черным я использую самые маленькие самые тонкие мне они очень пригодились когда я давала на литье детали для архитектор для стола архитектора и там приходилось очень много всего чистить и шлифовать вот и это все оказалось очень и очень полезно и я полирую с пастой вот использую такие вот брусочки я покупала вот именно эти в рио гранде это такой набор с рт стартовый но мне его я считаю хватит надолго по отдельности такие брусочки очень по-моему дорогие вот синий самый грубый а то есть такая градация идет а белый это уже вот финишинг но самые универсальные тут голубой брусок и вот такой сиреневый еще есть пасты которые продаются в проксоне проксона маскару который там я тоже вот эти пасты использовала но сейчас уже как-то вот с теми брусками удобней ну и возвращаясь к морисовским стульям так как я решила поработать фабрикой сделать 6 на процессе резьбы мне как-то стало совсем грустно потому что она довольно таки однообразная и у меня сейчас появилось несколько идей как можно автоматизировать немножко этот процесс я надеюсь что может быть у меня что-то получится я на следующей неделе смогу вам показать вот поэтому я решила начать с того что я все-таки соберу один первый стул там уже посмотрю какие могут возникнуть проблемы какие может быть ошибки я сделала в 3d модели в частности уже сейчас я поняла что у меня сиденье слишком широкое мне это показалось еще на этапе 3d модели когда в общем я это уже все собрала этого к сожалению уже не будет на видео потому что у меня фотоаппарат там сошел с ума и мне пришлось удалить часть роликов но не суть я собрала увидела что все это слишком широкая походила по разным чертежам посмотрела перечитала еще раз кучу статей посмотрела на кучу фотографий и поняла что нужно делать сиденье уже на 8 миллиметров и с мне пришлось пересобирать все сиденье но честно говоря я нисколько тут не расстроилась вот этой резьбы если у меня не получится все это автоматизировать резьбы придется делать на 8 миллиметров меньше а это уже хорошая новость в конце концов ну и вот про автоматизацию процесса я вот делаю эти морисовские стулья я вам показывал уже дупликаторы вспоминаю как когда я делала предыдущую версию мне один мой коллега на шоу рассказывал что мол никогда никогда нормальный мастер не будет использовать копир или дупликатор да как хотите называйте никогда не используя дупликатор для токарного станка только вручную вот со штангенциркулем или на токарке по металлу потому что все вот это это читерство это вот все очень плохо при этом сам он не гнушается абсолютно спокойно относится например к 3d печати такое прекрасное противоречие я знаю еще одного мастера который рассказывал мне что он не делает уникальные вещи то есть он очень любит массовое производство то есть он использует литье до мастер модели формы снимает и так далее так далее при этом он против опять же 3d печати вот интересное сочетание потому что он считает что это вот такой бездушный процесс а вот его сделанные мастер модели его руками это все с душой и прекрасно вот как вы считаете вот интересная противоречия да хотя я литье по формам считают таким же видом автоматизации производства как и 3d печати ведь это тоже изготовление целого ряда идентичных моделей еще один мастер еще одна интересная история выступает даже против того чтобы печатать какие-то свои уникальные ткани я не знаю что он имел ввиду мы это не обсуждали но вот мне это утверждение показалось чуть спорным все таки вот спустя годы ручной работы я пришла к выводу о том что 3d это вообще любая такая автоматизация во первых это тоже труд это тоже огромное количество времени затраченное и на осваивание программы да на осваивание процесса это тоже деньги инвестиции инвестиции своего времени да в офисе этот процесс и относиться с таким пренебрежением я бы не не стала тем не менее вот видимо такое отношение возникает со стороны людей которые в этот процесс не вникали как например происходит это с чпу да если посмотреть со стороны то кажется как будто бы все делается за тебя и это своеобразное читерство а с другой стороны если ты сам с нуля создаешь свои модели сам работу с чпу а чпу осваивать довольно таки тяжело и это делать совершенно неблагодарное то ты понимаешь что это тоже огромный труд и может быть он тебя тоже избавляет от большой части рутинной работы напишите мне что вы об этом думаете но вот пока я для себя однозначно не решила потому что я вижу очень многих коллекционеров которые в тонкостях вот этого процесса мало понимают но уже заранее негативно к этому настроены поэтому вот лично я стараюсь очень доходчиво объяснять и сразу же на пороге говорить что и как я делаю и почему ну и вот дупликаторов я почему-то вот не стесняюсь хотя опять же знаю нескольких мастеров которые говорят что нет лучше дупликатор не использовать это очень нехорошо и неправильно да и из новостей напечатанных тканей я решила уже сейчас заняться заказом тканей из англии я сюзан бембридж известный мастер которая создает как раз печатает свою ткань видимо она у нее такая напечатанная бездушная по мнению того самого человека в общем она делает очень много морисовских тканей и для кенсингтонского фестиваля который проходил в онлайне в этот раз из-за коронавируса она выпустила несколько новых орнаментов новых рисунков и среди них по моему появился и strawberry thief очень такой классический канонический орнамент мориса и мне не терпится его сказать там есть опции можно выбрать шелк или поплин но в моем случае так как это всего лишь обивка я буду естественно выбирать поплин и с ним проще будет работать ну посмотрим поживем увидим надеюсь вот ближайшее время заказать и потом вам я все покажу еще из интересного я купила мне наконец-то приехали китайские нитки с алиэкспресса шелковые огромное количество цветов так что если вам интересно напишите я вам тоже отдельно покажу там все цвета и так далее и в сети магазинов леонардо и в иголочке стали продаваться шелковые нитки японские великолепного качества они называются сумико там есть и меланж и однотонные количество цветов очень ограничено по моему 24 цвета в палитре для каждой категории но они потрясающего качества если вам также интереснее могу вам показать если эту нитку распустить то она может даже использоваться и для 90 канвы вот такой у меня стул получился я пока что очень-очень довольна процессом посмотрим что будет дальше а пока я вас оставляю с цветочной красотой с дачи всем огромное спасибо хорошей вам недели пока я я Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...